Друзья, всем привет! Это автомобильный блог Артема Краснова и расскажу вам о теме, которая меня очень сильно взволновала и почти возмутила. Речь идет о резком росте штрафов за водительские нарушения. Проект нового КААПа был опубликован на прошлой неделе, и я бы назвал его очень радикальным. Во-первых, выросли штрафы за очень многие популярные нарушения. Во-вторых, введены новые типы наказаний, например, конфискация автомобилей. Что касается роста штрафов, то в каких-то случаях он кажется более-менее оправданным. Ну, например, штраф за отказ от медосвидетельствования. Сейчас он составляет 30 тысяч рублей плюс идет лишение оправ на срок до 2 лет. Сейчас предлагается штраф 40 тысяч рублей и лишение оправ на срок до 3 лет. В принципе, это оправдано, чтобы люди не отказывались от освидетельствования с целью скрыть наркотическое опьянение. Сейчас иногда так делают. Но есть и штрафы, которые выросли, на мой взгляд, неадекватно сильно. Ну, например, за небольшие превышения скорости. На величину от 20 до 40 километров в час штраф возрастает с 500 до 3000 рублей. В целом, я против превышения скорости, особенно значительных. И считаю, что в том же городе ездить со скоростью 60 километров в час – это вполне нормально. Даже вот без этих плюс 20 километров в час вы везде всегда успеете. Но в России есть специфические ситуации. Например, когда вы едете по трассе, на ней встречаются временные знаки. Временные знаки не всегда хорошо видно. Теперь в зоне действия временных знаков разрешено фиксировать превышение скорости с помощью камер фото-видео фиксации. Соответственно, открывается просто грандиозное поле для разного рода ловушек водительских. То есть знак можно закрыть, сделать невидимым, повернуть его боком, как угодно. И если штраф у нас сейчас составляет 500 рублей, ну, так, плюс-минус, да, незначительный, то 3000 рублей – это уже достаточно серьезно. Кроме того, за повторное нарушение, например, на 40 километров в час оштрафуют уже на 10 тысяч рублей. Но это еще более весомая сумма. И опять же, на той же трассе, в зоне действия временного знака, можно попасться на таком нарушении, даже не имея в виду ничего плохого. Просто вполне искренне, не заметив там этот плохо видимый знак. Поэтому, на мой взгляд, здесь несколько перегрели тему. И такие значительные штрафы, они действительно вызовут больше споров. Юристы, кстати, уже потирают руки. Они говорят, что, ну, прекрасно, просто большая часть людей будет обращаться к нам и оспаривать эти штрафы. Потому что рентабельность оспаривания при таких суммах, она уже возрастает. Очень серьезно вырастает штраф за нарушение на железнодорожных переездах. То есть, например, проезд на красный сигнал или под шлагбаум потянет на 5000 рублей в первый раз. И на 10000 рублей или лишение прав на второй раз. Ну, вот конкретно этот аспект не вызывает особого возмущения. Потому что, ну, нарушение действительно очень опасное. И нынешний штраф там в районе 1000 рублей – это, конечно, маловато. Вводится штраф за новый тип нарушения – это опасное вождение. Само определение появилось еще в 2016 году в ПДД. Но в КАПе не было соответствующей статьи. Поэтому за опасное вождение никак не штрафовали. Предложили, как и планировалось, штраф в 5000 рублей. И главная проблема остается классификация этого нарушения. Потому что до сих пор его не применяли. И никто толком не знает, что же все-таки считать опасным вождением. В ПДД есть определение. Но как оно будет трактоваться на практике, исходя из конкретных ситуаций, мы пока не знаем. Новый КАП вводит достаточно радикальную концепцию. На самом деле это все новое, хорошо забытое, старое. Это те самые дырочки в правах, которые помнят наши отцы. То есть за три грубых нарушения и более в течение года предлагается лишать прав на срок до полутора лет. Под грубыми нарушениями действительно понимаются всякие опасные проделки, типа проезд на красный свет, запрещенного обгона, превышение скорости на величину более 60 км в час. Но также есть, например, непропуск пешехода. Самое главное в этой системе, что в зачет идут только те нарушения, которые выявил инспектор ГИБДД лично. То есть с камер фото-видео фиксации нарушения не учитываются. Поэтому в принципе система выглядит отчасти мертворожденной, потому что среднестатистический водитель достаточно редко попадается инспектору ГИБДД. Поэтому скорее всего лишать прав вот именно по этой статье как бы за три дырочки будут действительно совсем отпетых водителей. Либо же тех, кто ездит очень много, ну например, дальнобойщиков. Вот для них это может быть проблема, потому что им нарваться на грубые штрафы, особенно там, где есть изъяны в организации дорожного движения. И, например, можно незаметно там где-то выехать на встречную полосу. Вот для них это действительно может быть проблема, потому что они накатывают там, не знаю, по 100 тысяч километров в год. И рано или поздно вот эта статистика у них может накопиться. А для них это, кстати, не просто лишение прав, это обычные потери работы. Ну и, наконец, самое радикальное нововведение – это возможность конфискации автомобиля. Кстати, опрошенные мной юристы недоумевали, почему вообще эта статья появляется в КААПе. То есть в Кодексе об административных правонарушениях. Но это связано с тем, что этот новый кодекс, он действительно очень радикальный. Там перекурочены все статьи. Например, водительская статья всегда была 12-я, теперь она 21-я и так далее. То есть это очень-очень сильно обновленная версия КААПа. Так вот, что касается конфискации автомобиля. Ее предложили вводить за повторную езду в пьяном виде. То есть, если водитель совсем не понимает, если он садится за руль пьяным повторно, то автомобиль, как некое такое орудие преступления у него, будут просто-напросто изнимать в пользу государства. Эту систему на самом деле предлагали очень давно. Но проблемой было, что делать, если за рулем был не владелец автомобиля. То есть фактически нарушение совершил, ну допустим, брат автовладельца. Автовладелец может вполне искренне не знать об этом, чтобы брат сел за руль пьяным, да еще повторно. В итоге автомобиля лишится не тот, кто допустил нарушение. Как быть в этой ситуации? Так вот, в новом КААПе это все прописано. Если автомобилист попался пьяным за рулем, и он не является владельцем автомобиля, то владельцу, то есть тому, кто владел на самом деле этот автомобиль, выпишут предписание, чтобы он впредь не допускал такого нарушения. И вот если повторно кто-то попался пьяным за рулем на его автомобиле, и было возбуждено уголовное дело по статье 264.1, вот тогда автовладелец уже рискует лишиться автомобиля, даже если он сам оба раза не был за рулем. Мера на самом деле очень жесткая, и для России своего рода это прецедент, поэтому юристы вообще сомневаются, что она попадет в финальную редакцию КААП, но по крайней мере она есть вот в его начальной версии, и посмотрим, куда это все вырулит. В течение года будем с интересом наблюдать. В целом новый КААП выглядит как одно сплошное затягивание гаек, причем в каких-то случаях относительно уместное, а в каких-то вызывающие массу дополнительных вопросов. И опрошенные мной эксперты очень сильно разошлись относительно того, дойдет ли эта редакция КААП вообще до практической реализации, потому что она выглядит очень радикально, и она явно вызовет возмущение водителей. Поэтому будут ли власти вот так вот злить достаточно значительную часть населения или нет, мы увидим. Я ставлю на то, что все-таки многие статьи, вот особенно касающиеся превышения скорости, смягчат. Друзья, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях, я постараюсь ответить.